Продолжаем серию расстановочных эфиров. В прямом эфире сейчас пройдет вторая расстановка. Завтра я вас жду в Москве в живом формате. И 12-13 августа у нас в Москве пройдет обучение на расстановщика с сертификатом и правом ведения работы. Итак, заместители могут побыть участниками и наблюдателями. Те, кто хочет просто побыть в прямом эфире, вы также можете пронаблюдать свои чувства, отследить свои родовые сценарии, свои семейные истории. Ну а сейчас у нас пройдет расстановка. Пока вы все присоединили расстановку, сейчас узнаем на какую тему. Итак, да, Александра, даю вам запрос. Вдруг попало? Удивительно. Да, наверное, тебе тоже нужно что-то отработать. Александра, вам нужно ответить на мой запрос и телефон просто оставить камерой в потолок, если вы не хотите себя показывать, чтобы я вас слышала. Пока присоединяются к нам другие подписчики. Инстаграм будет их оповещать. Да, Мариночка, привет. Как раз у нас есть два прекрасных заместителя. Александра, что-то не могу вас присоединить. Давайте еще раз попробуем. Честно, даже не знаю, ты вернулась? Да, я уговорила девочку провести расстановку в прямом эфире для того, чтобы у нас была группа людей-заместителей, ну и для того, чтобы информационное поле было шире и глубже. Не может присоединиться. Александра, напишите, пожалуйста, в чате, все ли в порядке у вас с интернетом, потому что присоединить у меня вас не получается. Напишите, пожалуйста, в чате. О, супер, супер. Как меня слышно, как меня видно? Слышно хорошо. Все, прекрасно. Какой у вас запрос, Сашенька? Вы меня слышите? Что-то виснет интернет у вас. Виснет интернет. Да, мы вернулись. Ребята, если кто-то хочет поучаствовать заместителем или наблюдателем, или побыть в расстановке, в самой отработать свою историю, пишите. У Александры, видимо, есть дикое сопротивление, потому что мы не можем никак созваниваться. Я не знаю, с чем это связано. Так, пробую еще раз. Пробую еще раз. Пробую еще раз. Да, Саша вообще ее вылетел. Ее вылетело из эфира. Еще раз добрый, хороший день. Здравствуйте, здравствуйте. Вышло из того эфира. Мы думали, что мы отработаем в WhatsApp по видео, но решили, что все-таки групповая динамика – это очень круто, потому что информационное поле, оно всегда торсионное, оно трансформационное, оно знающее. Почему его называют морфогенетическим? Потому что это поле создает трансформации не только в одном человеке. Как Хеллингер говорил, когда я работаю с одним, я работаю со всеми. И эта трансформация идет на каждого из вас. Все, кто смотрят, на каждого из вас. Сейчас Фариточка, она участвовала в прошлой расстановке заместителем Марины. Она мне там, я не успела прочитать, вот такую вот петицию благодарственную написала, что прям ее тема, прям вот то, что надо, она все прочувствовала. И, кстати, чем больше работаешь заместителем, тем лучше чувствуешь. Сильно сидит проблема, тормозит расстановку. Да, так и есть, так и есть. Сашенька, так, Сашенька, если вы в эфире, hello to everyone, привет, привет, если вы в эфире, так, как у вас с интернетом, Александра, потому что он что-то выбился совсем. Слушайте, виснет и все, представляете, не пускают. Сейчас еще подождем. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы, я поотвечаю, пока мы налаживаем связь. Пишут мне в чате, девочки, всем можно, всем, всем. Если есть вопросы, задавайте по поводу расстановок, может быть, по завтрашней встрече в Москве. Пишу Александре, сопротивление не пускают. Я думаю, что там с интернетом есть какая-то проблема. Ничего, пробуем. Так, пробуем, пробуем, пробуем. Александра делает расстановку в первый раз, и, возможно, есть какое-то внутри сопротивление, потому что это большая трансформация, это же не просто в игрушки поиграть. Это действительно на глубинных процессах, на родовых. Отправила запрос. Так, я вроде добавляю. Да, так тоже бывает. У меня вчера дети говорят, у тебя телефон со своим мерчем? Я говорю, да, со своим мерчем. Сопротивление ощущения небезопасности висит. Да, наверное, наверное. Ну, небезопасность здесь, наверное, о том, что это прямой эфир, но расстановки так и проходят в группе, в групповом формате. Мы, когда находимся в зале, в помещении, это тоже групповой формат работы. Давай, трах-тибе-дох-тибе-дох. Все получить, все получить. Не может присоединиться. Так, пробуем еще раз. Есть ли у вас вопросы ко мне? Я зашла. Ура! Ура! Мы это сделали! Мы это сделали! Мы победили пространство! О! У меня тут все гремит, все летит. Надо дать признать, что если пришли на расстановку, значит, внутри все готово и разрешено. И это безопасно. Сейчас по шамане. Это мы все вас призываем, все вместе. Спасибо. Хорошо. Как вы вообще? Как вы себя чувствуете? Страшно? Хорошо. Да. Только я болею. И мы в таком немного разбитом состоянии. Тем лучше для трансформационной работы. У вас будет двойной эффект. Да, дай бог. Какой у вас запрос? Запрос такой, что мне 36 лет, замужем я не была. Уже было несколько отношений, но замужество... Так, Саша. Да, я здесь. Было несколько отношений, но... Ох, как поле вас не пускает! Ох, выгодные, выгодные! Да. Вот. Было несколько отношений, но замужество не доходит. И я начала понимать, что где-то внутренне я сама боюсь. Как только там речь заходит, что-то заходит, у меня такой страх одолевает, что я начинаю всячески способствовать разрыву этих отношений. Вот. Я думаю, что это связано с моими родителями. Вот с папой Церства Небесного. Он пил, и нельзя было положиться на него никогда. А у нас в семье четверо девочек, ну, то есть мама родила четыре девочки, вот. И в итоге осталась одна, ну, как с ним, но как бы без него. И работала, всё время зарабатывала, нас вытягивала, как могла. Подождите, а папа у вас живой? Нет, умер уже. Когда? В 2014 году. Семь лет назад. Да, и в этот же год умер мой гражданский муж, от которого у меня дочь. Только он умер в декабре. И причём мне приснился сон. Мой отец приснился, что молча вот так рукой показал на него. И я поняла, это было в апреле, я поняла, что он тоже скоро умрёт. И он умер в декабре. Вот. Отношения у меня с ним были ужасные. Именно с мужем, так сказать, гражданским. Любви не было. Можно сказать, что удерживал возле себя семь лет. Всякими манипуляциями. А вот этим вот всем. Всё время я хотела уйти. Злостно его ненавидела, люто. Но в итоге... И опять мы висим. Да, история непростая. Я поняла, Марин, ты, наверное, побудешь заместителем Александры. Жанет, а тебя я поставлю, вот пока не знаю, сейчас посмотрю запрос. Какой звук. Да, да, висит, Саша, висит. История, смотрите, родовая история, это же работа не только со мной. Это работа со всем моим родом. Это история, касаемая моих предков. Понимаете? И дикое сопротивление возникает именно потому, что предки с этим разобрались. Им так нормально. То есть они в этом жили, и им норм. А мы, носители их тяжести, нам не норм. Не норм. Нам тяжело. И из-за того, что нам тяжело, у нас возникает вот это сопротивление. Мы вроде как привыкли с этим багажом ходить. Появился. Ага. Всё, я здесь. Я на интернет. Интернет, да, я поняла. По всей квартире. Значит, у вас уже появилась заместительница Марина. Она очень хорошо чувствует. Я заместитель Александры. Просто пока, Марин, внимание в стопы. И просто слови свои ощущения. Пока Александра рассказывает, ты можешь просто нам писать, что ты чувствуешь. И у нас ещё Жанет, мы ещё не решили, кем мы её поставим. Но, Марина, это будет Александра. Это вы. Да, рассказывайте дальше, Александра. Вот. Ну, в общем, всю жизнь же папа пила. И у меня было такое ощущение, что я, в принципе, нормального мужчину не могу встретить. И, опять же, там в разных участвовала тренингах, во всём. И как-то пришла информация один раз, что... Ну, точнее, я вспомнила, что когда мне было 10 лет, и там папа сделал какую-то очередную... Ну, он бизнесом занимался, и, в общем, потерял большую сумму денег. И сказали, что или отдавайте, продавайте квартиру, или останетесь на улице. И я помню, как я приняла решение... Опять висит или нет, или меня слышат? Нет, мы тебя слышим. Слышим. Я просто Фариду читаю, а она мне там пишет, пишет, что она шаманит, и поэтому всё в порядке. Как перестаёт шаманить, интернет пропадает. Ты там работай, работай. Хорошо. Вот. И, в общем, я в 10 лет приняла решение, что замуж я никогда не выйду. Но я, естественно, напрочь об этом забыла и вспомнила уже в таком возрасте, там, в 33, когда вот с помощью техник, практик. Вот. Ну, и всё так и складывается, что всю жизнь я... Ну, отношения есть, там, внимание есть. Но нет замужества, нет постоянных отношений. И можно сказать, что я вот, ну, одна. Угу. Я всё понимаю. Ну, и тяну всё на себе. В общем, трудоголик, и всё в этом духе. Так, смотри. Значит, выбираешь себя, фигурку. Жанет, ты побудешь 10-летней Сашей. Ты маленькая, ты внутренний ребёнок, которому 10 лет. Войди, пожалуйста, в роль. Напиши, я не Жанет, я внутренний ребёнок Александры. Значит, ты сейчас из фигурок, Саша, выбираешь... Можно я на ты, да? Да, конечно. Я отправила сообщение ещё, прочтите, пожалуйста. Сейчас. Нет, только вижу, подключилась, появился. Не вижу. А, нет, да? Ватсап мне напиши. Нет. Ватсап мне напиши. Сейчас. Ага. Выбери, пожалуйста, фигурку себя. Посмотри, что тебе откликается. Так. А. Ну, скорее всего, дети тоже носители наших программ. Я не Жанет, я внутренний ребёнок Александры. Да, тебе 10 лет. Это само за рог у меня перекрывает чувствование. Да, сердце замирает. Я начинаю плакать. Да, внутренний ребёнок плачет. Сейчас мы поставим вас. Сейчас, Саш, я увидела, прочитала. Пока работаем с тобой. Очень странно, я начинаю плакать. Выбери, пожалуйста, заместителя себя. Фигурку, которой ты назначишь себя. Звука нет. Так, у тебя нет звука или у нас? Хочется сесть в угол. Хочется сесть в угол. Так. Появился, да, звук? Нет? Алё. Появился? Алё. Ты знаешь, если звука нет, ты просто выйди заново из эфира и зайди. Смотрите, какое сопротивление. Сашенька, если звука нет, ты выйди из эфира и заново зайди. Так, хорошо. Марин, тогда ты, как заместитель, выбери, пожалуйста, фигурку себя. Мы будем работать. Выбери фигурку себя. Если ты тут. Если ты слышишь меня. Марина, ты тут? Заместитель Александры. Звук есть. Да, у Саши там с интернетом проблема. Ну и с внутренним сопротивлением вопросики. Мариночка, жду. Выбери, пожалуйста, фигурку себя. Что тебя откликается? Посмотри. Вот у нас, кстати, есть тут свечки. Сейчас я это уберу. Вот такие вот есть свечки. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня расстановка онлайн. В прямом эфире. Крем счастья – это я. Крем счастья – это я. Так, куда тебя поставить? Ага, добавляйся, добавляйся. Звук есть, добавляйся. Подключите, подключаю. Так, пока тебя не вижу, дорогая. Пока тебя не вижу. Ты меня видишь, я так понимаю. Твое подключение я не вижу. Ага, вот вижу. Так, счастье – это ты. Куда тебя поставить? Саш, ты вернулась? Посмотри, пожалуйста, нравится ли тебе вот эта фигурка в корме тебя? Нет. Выбери другую. Что мы берем тобой? Сейчас. Здесь вот такая у нас, кстати, ракушечка. А что рядом с железной такой лежит под степлером? Магнит. Вот и мы и буду. Давай, куда ставить? На белое поле. Вот сюда? Ага, посерединке. Вот так? Угу. Ага, хорошо. Ты лицом туда или сюда направление? Сюда нужно. Вот сюда? Да, да, да. Угу. Я вот так вот направление поставлю, чтобы я просто понимала, в какую сторону ты смотришь. Выбери, пожалуйста, заместителя своего внутреннего ребенка. Вот этой девочке, Саши, десятилетней, которая себе сказала, что замуж я больше не выйду. Ну, вот игрушка или что это такое? Лягушка маленькая, игрушка. Вот это? Ага. Ага. Куда ставить? Куда ставить? Вот это, да? Ну да, наша игрушечка, да? Да. Да. Куда ставить? Да, вот где голубой кружочек рядышком. Слева. Да. Вот так или вниз? Вниз. Вниз лапками. Ага. Вот так, да? Да, да, да. Так, и нам нужен... Сейчас, сейчас, сейчас. Папа и мама. Угу. Ну, пусть будет папа красная зажигалка. Угу. Куда? Давай, давай. Почувствуй, почувствуй. Почувствуй, не торопись. Сейчас. Сейчас. Угу. А вот это под зажиг... А, ну, нет. Чёрная зажигалка. Вот это? Или вот это? Сейчас. Первое, что тебе в голову приходит. Много не думай, просто вот поймешь. Ладно, просто красная зажигалка папа. Вот это? Хотя у меня смешивается папа-мама, вообще не могу понять. Ладно, пусть мама красная зажигалка. Куда ставим? На синее поле. Вот так? А, на поле. Да, да, да. Вверх, вниз, правее. Посередине, посередине. Вот так. Головой туда или вниз? Да, туда, туда. Вот так. Вот так? Вот так? Да, как было. Да, вот так. Ага, ага. Так, маму берём вот этой? Ну, да. Угу. Куда ставим? Не ставим. Рядом с ним только вот эта чёрная штука, а в другую сторону. Да. Да, да, да. Вот так? Ага. Угу. Хорошо. Нам нужны заместители папы и мамы. Значит, у нас фигура Александры, 10-летней. Фигура Александры здесь и сейчас, 36 лет. Фигура мамы, которая смотрит так же, как вы. Правильно? В эту сторону. И фигура папы, который смотрит вперёд. Правильно? Угу. Правильно. Если есть, кто хочет поучаствовать папой и мамой, напишите, пожалуйста, в чате. Жанет, ты вот эта фигура. Мариночка, ты вот эта фигура. Папа и мама. Нет. Папа и мама, да? Да, но хотя мне хочется поменять их местами. Давай, давай, скажи. Сейчас очень важно, как ты поставишь. Скажи. Нет, всё, ставим как есть. Вот это папа или мама? Пусть мама будет красной зажигалкой, а папа чёрная. У неё как-то перемешано. Всё. Папа красная, мама чёрная. Да, сто процентов. Папа красная, мама чёрная. Да. Папа смотрит туда, а мама сюда. Правильно? Да, да, да. Так, хорошо. Мама. Угу, чёрная. Это я записываю, чтобы тоже не перепутать. Папа красная. Верх. Значит, Жанет у нас десятилетний внутренний ребёнок. Азалия. Азалия папа. Всё, отлично. Как папу звали, Сашенька? Сергей. Сергей. Угу. Ты не Азалия, ты Сергей. Маму как зовут? Галя. Мама есть, да? Мама есть, да. Угу. Так, я отворачиваюсь от всех этих людей. Это пишет твоя заместительница. Я отворачиваюсь от всех этих людей, смотрю на поле со своей стороны. Мне никто не нужен. Да, мы это уже поняли. Что с внутренним ребёнком происходит, десятилетним заместитель? Твой заместитель сейчас пишет. Мне хочется взять свою маленькую девочку и свалить отсюда. Это правильно. Это правильно. Здесь очень тяжело. Здесь много тяжести. Сейчас ты, Александра, что в поле? Это тяжесть родителей. Я поставлю это вот такой вот фигурой, которая вот здесь вот блокирует. И даже тебя немножко сдвину. Блокирует и мешает. Твой взгляд направлен вот сюда. Ребёнок чувствует холод отовсюду. Угу. Понятно. Что у папы? Что у папы? Как папа? Вот у нас фигура папы. Папа красная вверх. Угу. Значит, смотри, я тебе объясню сейчас поле, что происходит в твоей жизни в моменте здесь и сейчас. И ты, и твой внутренний ребёнок, вы оба обращены в прошлое. Ты стоишь спиной к будущему, поэтому у тебя нет перспективы. Ты всё время смотришь назад, оборачиваешься. Это говорит о том, что у вас в роду есть исключённые. Потому что и ты, и твой ребёнок внутренний, и твоя мама смотрите в одном направлении. Скорее всего, есть кто-то в роду, кого вы исключили. Может быть, это какой-то абортированный ребёнок. Может быть, это дед или бабушка. Или какой-то позорный человек, о котором стыдно было говорить. И чтобы туда не смотреть, в его историю, ты не можешь смотреть в своё будущее. Потому что у тебя в будущем своя жизнь, своя судьба. А ты находишься на службе у папы и мамы. Ты носишь их историю. Ты повторяешь их судьбу. Это происходит из лояльности души. Потому что мы так любим своих родителей. Мы берём их программы на себя, чтобы облегчить их участь. И вот между вами вот эта вот тяжесть стоит. И смотри, твой внутренний ребёнок пишет, я начинаю плакать. Папа пишет, я смотрю в будущее. Да, потому что папа и есть будущее. С папой мы связывали все истории с мужчинами. А история с мужчиной – это создание чего-то в будущем. Твоя заместительница пишет, для меня красная – это мама, папа – это чёрная. У меня к ним гнев и раздражение. Сейчас и ты, Марина, заместительница, и ты, Александр, смотри на родителей и скажи. Родители, ты прям проговаривай вслух. Родители, я чувствую к вам гнев и раздражение. Родители, я чувствую к вам гнев и раздражение. Родители, я чувствую к вам гнев и раздражение. Красная мама, чёрная папа. Хорошо. Мама не смотрит в одну сторону, и ребёнок связан с мамой. Да, да. У нас всё здесь перепутано. Наша задача сейчас всё поставить по своим местам. Слёзы, да. Родители, я чувствую к вам гнев и раздражение. Ещё, Александра, смотри и повторяй. Мама, я тебя вижу. Мама, я тебя вижу. Я очень долго несла твою боль за тебя. Выдыхай, выдыхай. Выдыхай, расслабляй челюсть и проговаривай. Расстановка заключается, исцеление заключается в том, чтобы признать свои проглоченные чувства, прожить их, проявить и освободить своё сердце от вот этого негатива, для чего-то нового, для будущего, для созидания. Сейчас там вот это. В твоём сердце сейчас вот это. Это очень большой кусок, который блокирует твоё счастье в будущем. Нам важно вот с этим разобраться, чтобы ты смогла встать на своё место и идти вперёд. Я начинаю ещё больше плакать, пишет маленький ребёнок твой. Я очень долго несла твою боль за тебя. Скажи, мама, я тебя вижу. Мама, я тебя вижу. Я очень долго несла за тебя твою боль. Я очень долго несла за тебя твою боль. Угу. Выдыхай. Я не справляюсь с этой тяжестью. Я тебе дам немножко энергии. Твой ребёнок пишет внутренне. Я не справляюсь с этой тяжестью. Да, потому что твоё место вообще не здесь. Ты поставила своего внутреннего ребёнка куда-то далеко-далеко в прошлое и смотрящим куда-то туда в прошлое. И ему здесь тяжело, потому что здесь не его место. Сейчас мы к тебе тоже придём, но нам надо сейчас отработать с папой и с мамой. Я хочу забрать детскую часть. Мне её жаль. Я ни в чём не виновата. Это правда. Я могу это выдержать. Я сильная. Хорошо. Заместительница Александры, готова ли ты забрать своего ребёнка внутреннего, забрать его к себе поближе? Могу ли я подвинуть его? И, заместительница, ты пока смотришь в прошлое, «Как мне поставить ребёнка?» Напиши, пожалуйста, куда, в каком направлении. Повернуть к тебе или так же оставить, приблизить. Какое место для ребёнка было бы сейчас правильным? Сашу опять выключила. Да. Видать, работа такая непростая. Сашенька, ты вернулась? Так, пишет, зависла. Ага, зависла. Я хочу её обнять. Хорошо, подвинуть мне к тебе её? Каким образом мне к тебе её подвинуть? Спиночкой, глазками. Ко мне лицом. Да-да-да-да. Тяжело дышать, нет слов, не могу ничего сказать. Выдыхай. В руки мне её дать. Вот так нормально? Смотри, твой заместитель просит твоего внутреннего ребёнка к тебе, потому что он задыхается, ему тяжело дышать, и он не может разговаривать. Но твоя задача сейчас — отработать с папой и с мамой. Угу. И скажи ещё раз. Мама, я тяжело за тебя несла. Мама, я тяжело за тебя несла. Но я перепутала. Но я перепутала. Я выбирала себе в мужья такого же, как папу. Я выбирала себе в мужья такого же, как папу. Поэтому ничего не получалось. Поэтому ничего не получалось. Потому что в 10 лет мы с ней... Потому что в 10 лет мы с ней... Чётко решили, что замуж мы не выйдем. Забыла слова. Потому что в 10 лет мы с ней чётко решили, что замуж мы не выйдем. Так я защитила себя от боли. Так я защитила себя от боли. Так я защитила себя от твоей истории. Так я защитила себя от твоей истории. Так я согласилась нести твою тяжесть. Так я согласилась нести твою тяжесть. За тебя и вместо тебя. За тебя и вместо тебя. Мне хочется встать впереди, Александра. Хорошо. Вот так, да? Хорошо. Это уже хорошо. Я слёзы сдерживаю, но не даю им выйти. Скажи, мама, тебе, наверное, нельзя было плакать. Мама, тебе, наверное, нельзя было плакать. Твоя заместительница пишет, у меня замороженное сердце. Скажи, и я из любви к тебе заморозила своё сердце. И я из любви к тебе заморозила своё сердце. Стало легче, отлично Смотри, твоему ребенку становится легче Когда ты себе разрешаешь чувствовать Ребенку становится легче Отлично, девочки, молодцы, хорошо чувствуете Дыши, дыши Тебе поле видно, что происходит? Да, да Ага, хорошо Еще раз на маму смотришь Мама Мама Женщины с замороженным сердцем Никогда не выходят замуж Твоя заместительница пишет Я все еще не могу плакать Хотя внутри все разрывается от слез Заместительница это твоя душа Это то, что чувствует твое сердце Это то, что происходит с тобой внутри на бессознательном То, что не проявляется И то, что мы не можем признать и принять Твой ребенок пишет Мне хочется, чтобы она обняла меня и признала Да, потерпи чуть-чуть Я хочу обнять свою маленькую девочку Обнимайтесь Обнимайтесь, а нам важно сейчас с мамой разрулить Обнимайтесь, соединяйтесь Еще раз на маму Мама, это только твоя история Сташенька опять зависла Тяжело, тяжело идет Хорошо Давай, заместительница Мама, это только твоя история Мама, это только твоя тяжесть Любя тебя Я перепутала Я плакать хочу Я хочу уже чувствовать Бесит меня Как долго я этого ждала Слезы Александра Я больше не хочу быть заморожена Отлично, Александр Да, говори маме Мама, любя тебя, я перепутала Я здесь Мама, для тебя Да, да, я уже вижу Любя тебя, я перепутала А, любя тебя, я перепутала Это твоя тяжесть Это твоя тяжесть Это ваша история Это ваша история Я отказываюсь это носить вместо вас Я отказываюсь это носить вместо вас И вместе с вами Сейчас я заявляю свою свободную волю Я разрешаю себя чувствовать Мой внутренний ребёнок плачет И поэтому мне можно Отныне мне можно быть чувственной Отныне мне можно быть чувственной Родители, это ваше, это не моё Родители, это ваше, это не моё Это ваша история с папой Это ваша история с папой Мамочка, пожалуйста Мамочка, пожалуйста Отпусти меня со службы тебе Отпусти меня со службы тебе Я больше не носитель твоих программ Я больше не носитель твоих программ Твоя история с папой ко мне отношения больше не имеет. Я перепутала. Я 36 лет носила это за вас. Из любви и лояльности. Я перепутала. Это не мое. Это ваше. Это ваше. И вы с этим сами разберетесь. С этим сами разберетесь. Выдыхай. Внутренний ребенок, пишет, становится легче и светлее. А твоя заместительница пишет, когда ребенок плачет, я тоже начинаю плакать. Но когда она не реагирует, я ничего не чувствую. Плита на сердце и в спине кол как будто. Скажи, мамочка, я носила за тебя кол в сердце. Кол в спине. Мамочка, я носила за тебя кол в спине. Это кол от папы. Это кол от папы. Это не мое. Это не мое. Это он тебе делал больно. Это он тебе делал больно. А как папа для меня он был хороший. А как папа для меня он был хороший. Голову сдавливает. Я не согласна с тем своим решением. Да, сейчас мы разберемся. У тебя есть вопрос к внутреннему ребенку. Нам важно вначале, чтобы обласкать внутреннего ребенка, надо самой вначале вырасти. Чтобы вырасти, важно признать родителей и отдать им то, что принадлежит им. И если я носитель родительских программ, если я, как заместитель Александры, ношу программы родителей, я не могу обласкать своего ребенка. Потому что родители меня тоже не могли в детстве обласкать. И чтобы дать своему ребенку энергию, поддержку, любовь, безопасность, мне важно получить это самой. А пока я смотрю в прошлое, мне нечего дать моему ребенку, моему будущему. Мне важно разобраться с этой историей. Пожалуйста, внутренний ребеночек, чуть-чуть подожди. Чуть-чуть. Еще раз смотришь сюда и говоришь. Мама, я заморозила свое сердце. Мама, я заморозила свое сердце. Это плита на сердце твоя, она не моя. Это плита на сердце твоя, не моя. Вот она. Вот она. Она принадлежит тебе. Она принадлежит тебе. И сегодня с уважением и благодарностью. И сегодня с уважением и благодарностью. На словах «я отпускаю эту тяжесть и возвращаю тебе» ты притянулась магнитом к этой тяжести. Да, я уверена. Ты просто видишь, что происходит? Да. Скажи, но я перепутала. Я перепутала. Это не моя тяжесть. Это не моя тяжесть. Это не моя плита на сердце. Это не моя плита на сердце. А меня он любил, как свою маленькую девочку. Как умел. Как умел. Я перепутала. Я перепутала. Твоя заместительница пишет, я не хочу себе таких родителей. Скажи своим родителям, ты, Александра, скажи, возможно, был момент, когда я не хотела таких родителей. Возможно, был момент, когда я не хотела таких родителей. Но родители не выбирают. Я говорю вам «да». Вы самые правильные для меня родители. И в моем сердце для вас всегда есть правильное место. Для тебя, мама, и для тебя, папа. Для тебя, мама, и для тебя, папа. Мат у меня туда. Так, твой заместитель материться хочет. Что ты чувствуешь, Саша? Что у тебя сейчас? Именно я? Да, именно ты. Ну, если честно, у меня такое принятие родителей пошло. Я их не принимала. Вообще не принимала. Папа пишет. Я такой, как есть. Я старался тебя любить, как могу. Это правда. На этом Саша выключилась. Александра. Хорошо. Душа обнимает. Мне очень приятно. На сердце легче. Отлично. Душа обнимает внутреннего ребенка. Супер. Супер. Девочки, молодцы. Сашу выключила на словах с папой. На словах с папой Сашу выключила. Что-то там с интернетом происходит. Хорошо, хорошо. Поле работает. Поле работает. Сейчас я попробую еще раз. Хорошо. Ага, ты тут, да? Супер. Смотри, я когда стала зачитывать слова папы, ты выключилась. Заместитель папы пишет. Я такой, как есть. Я старался тебя любить, как могу. Твоя заместительница пишет. Плачу на словах, говорю вам да. Не верю, что другого выбора нет. Я принимаю через мат и отторжение. Понимаю, что другого выбора нет. Девочка твоя пишет. Мне хочется побежать на улицу, покататься на велике. Саша, у тебя есть велосипед? Есть. Тебе нужно будет покататься сегодня-завтра. Обязательно. Это задание твоего внутреннего ребенка. Попробую, хорошо. Ага, ага. Заместитель пишет. Твой. Сердце болит, ноет. Я знаю, что надо принять, но мне тяжело. Скажи, ты, Александра, скажи, родители, я знаю, что вас принимать – это правильно. Родители, я знаю, что вас принимать – это правильно. Но в сердце накопилось много боли. Но в сердце накопилось много боли. Много обид, претензий и раздражения. Много обид, претензий и раздражения. Я перепутала. Вы подарили мне жизнь. И для меня этого достаточно. Дальше я сама. И я обязательно справлюсь. Сейчас я возвращаю вам ваше тяжелое. Это не мое, это ваше. Это не мое, это ваше. Я перепутала. Я перепутала. Сейчас мысленно и можешь физически сделать им низкий поклон и сказать, я принимаю вашу судьбу с уважением, благодарностью, принятием. Я принимаю вашу судьбу с уважением, благодарностью и принятием. Я прощаю вас, и вы простите меня. Я прощаю вас, и вы простите меня. Папа твой пишет, прости нас, мы такие, как есть. Скажи, я принимаю вашу судьбу. Я принимаю вашу судьбу. Вы такие, какие вы есть. Вы такие, какие вы есть. Твой заместитель пишет, вот-вот, тут пошло отпускание, вы подарили мне жизнь, и этого достаточно. Дальше я сама справлюсь. Пошел вздох облегчения. Папа твой пишет тебе, ты не виновата, я забираю твою боль. Твоя заместительница, у меня мурашки. Ура, я свободна. Ребенок пишет, хочет подвинуться к Александре поближе. Конечно, Александру разворачиваю, крадить. А, нет, еще, еще кое-что, секундочку. Ребенок рядом с Александрой. Саша, ты еще раз посмотри на папу и маму и скажи. Родители, благословите меня. Все хорошо, в своем темпе. Выдыхай. Родители. Сейчас. Сейчас. Все хорошо, не торопись. У тебя идут свои процессы, это нормально. Как вытаскивается боль. Да, дорогие, конечно. Это же годами у нас накоплено, годами подавлено, проглочено. Мы носим это, не понимаем, почему у нас не получается дорога вперед. А причина вот здесь, сзади, здесь не разрулили, и нет прогресса, посыла, потенциала, ресурса идти туда вперед. Хочется встать близко, но впереди Александры. Да, ты права, это твое место, внутренний ребенок. Это творчество, проекты, реализация, радость, успех, удача, веселье, праздник. Конечно, это всегда впереди. Я бы на самом деле отошла от родителей вперед в свое будущее. Сейчас нам нужно взять у них благословение. Сейчас, потерпи. Как говорить? Родители, пожалуйста. Родители, пожалуйста. Благословите меня. Благословите меня. На мою счастливую, успешную жизнь. На мою счастливую, успешную жизнь. И смотрите на меня доброжелательно. И смотрите на меня доброжелательно. Даже если я стану счастливее, чем вы. Даже если я стану счастливее, чем вы. И, пожалуйста, не осуждайте, если я проживу свою судьбу иначе. По праву принадлежности к своему роду, я разрешаю себе жить по-другому. По-новому. Счастливо. Успешно. Богато. В здоровых, счастливых, гармоничных отношениях. С мужчиной моей мечты. И еще раз мысли на поклон. Поклон в данный момент означает смирение с их судьбой, когда я с миром в душе принимаю то, что не могу изменить. Поклон означает благодарность за бесценный дар жизни. Поклон означает уважение, когда у каждого равная степень важности. Поклон означает принятие, когда я в сердце говорю им да, таким, какие они есть. Они самые правильные. Поклон означает прощение, когда я проще могу смотреть в прошлое прощения. И этот поклон дает тебе билетик в твое счастливое будущее. Спасибо. Сейчас мы разворачиваемся. Смотрим вперед на своего внутреннего ребенка. Хочется встать близко. Это мы сделали. На самом деле отошла от родителей. Вперед в свое будущее. Давай еще чуть-чуть тебя подвинем. Еще хочется танцевать, особенно под дождем. Второе задание, Александра. Когда будет дождь, тебе нужно выйти. И хотя бы, если у тебя не получится, потанцевать под дождем, половить дождинки. Это будет радовать твоего внутреннего ребенка и вскроет в тебе творческие процессы. Ты начнешь жить, дышать, праздновать, веселиться. Понятно? Да, понятно. Папа пишет. Благословляем тебя. Иди своим счастливым жизненным путем. Скажи «благодарю». Благодарю. Твой внутренний ребенок пишет. Хорошо, легко, на сердце. Участники пишут. Хорошая программа для Саши. Да, и для вас всех. Твой заместитель пишет. Когда моя девочка радуется, я еще сильнее чувствую. Я так благодарна ей, что она живая. Девочка пишет. Хочется еще дальше отойти с Александрой от родителей. Ну, пошли, пошли. Пошли. Сейчас посмотри, пожалуйста, ты, Александра, и заместительница на своего внутреннего ребенка и скажи ей, дорогая моя маленькая девочка. Дорогая моя маленькая девочка. Мой внутренний ребенок. Мой внутренний ребенок. О, сейчас я об этом скажу. Да, я читаю послание папы. Ага, ага. Сейчас все сделаю. Торопитесь вы. Сейчас отрабатываем с ребенком и читаю дальше, что вы пишите. Пишите. Я тебя вижу. Мне говори, да? Да, ты говоришь. Я тебя вижу. Теперь у меня появился ресурс. Теперь у меня появился ресурс. На тебя посмотреть. На тебя посмотреть. Я обязательно покатаю тебя на велике. Я обязательно покатаю тебя на велике. И потанцую с тобой под дождем. И потанцую с тобой под дождем. Потому что когда я тебе разрешаю, Потому что когда я тебе разрешаю Я разрешаю себе жить и чувствовать Я разрешаю себе жить и чувствовать Теперь я взрослая Теперь я взрослая И я сама о тебе позабочусь И я сама о тебе позабочусь Больше ничего не бойся Больше ничего не бойся Нам можно чувствовать Нам можно чувствовать И чувствовать безопасно и чувствовать безопасность. Папа пишет. Прошу, напиши мне письмо, как ты живёшь. Я буду тебе благодарен. Это твоё третье задание. Ты слышишь? Да, да. Хорошо. Ты смогла бы это сделать? Конечно. Ты можешь начать письмо так. Дорогой папа, что я ещё хочу тебе сказать? А помнишь? И у тебя потоково пойдёт письмо. Потом его можешь не перечитывать, а просто куда-нибудь под дерево закопать или выкинуть. Поняла? Не перечитывай. Просто слей это на бумагу. Вот эти чувства. Твоя заместительница пишет. Хочешь родителей отодвинуть подальше, назад? Мне теперь нужен простор, свободу. Ну вот вроде... Сейчас я ищу. Прямо поле у нас заканчивается. Больше некуда их двигать. Это их судьба, их история, их тяжесть. Сашенька стоит здесь. Внутренний ребёнок стоит здесь. Внутренняя девочка пишет. Я почувствовала себя самостоятельно и будто подросла. Отлично. Твоя заместительница пишет. Хочу мужчину в поле моего для отношений. Ладно. Хочешь, получишь. Нам можно чувствовать безопасно. Да. Я плачу на словах, заместитель твоя пишет. Я плачу на словах, когда я разрешаю себе чувствовать и радуюсь со своей девочкой. Скажи сейчас, Саша, ты своему внутреннему ребёнку. Скажи, дорогая моя. Дорогая моя. Моя маленькая. Моя маленькая. Моя Сашенька. Моя Сашенька. Теперь мы себе разрешаем. Теперь мы себе разрешаем. Нам можно. Нам можно. Радоваться. Радоваться. Веселиться. Веселиться. Чувствовать. Чувствовать. Праздновать. Праздновать. Получать удовольствие. Получать удовольствие. И наслаждаться жизнью. И наслаждаться жизнью. Заместитель Александры И сама Александра Выберите, пожалуйста, мужчину мечты Какая фигурочка вам отзывается Зажигалка Какая? Хорошо, хорошо Наверное, такой и нужен праздничный Поставлю, даже не буду тебя спрашивать Куда, поставлю его сразу на правильное место Рядом с тобой Глядя в будущее У меня прям мурашки пошли Хороший мужчина, прям твой Иногда бывает в поле ставишь мужчину Он неподходящий, мы его убираем И еще одного ставим Это как пробный вариант, неподходящий Это прям хороший Улыбка на лице появилась, твой внутренний ребенок радуется Участники пишут Как разворачивается благостная ситуация Жизнь налаживается Нам можно любить, нам безопасно любить и чувствовать Повтори, это пишет твой заместитель Саша, скажи, посмотри на своего мужчину И на свою девочку И скажи, нам можно любить, нам безопасно любить Безопасно чувствовать Нам можно любить Нам безопасно любить и чувствовать И сейчас посмотри на своего мужчину и скажи Я приветствую тебя в своей жизни Я приветствую тебя в своей жизни Я приглашаю тебя в свой мир, в свою судьбу, в свою реальность Я приглашаю тебя в свой мир, в свою судьбу, в свою реальность Ты мне для любви и удовольствия Ты мне для любви и удовольствия Я тебе для радости и наслаждения Я тебе для радости и наслаждения Вместе мы сила Вместе мы сила Все у нас получится Все у нас получится Папа пишет Твой мужчина будет лучше, чем я Благословляю Спасибо Спасибо, дорогой, благодарим Хорошо сейчас Ура! Заместители, есть ли кому что еще сказать? Кто что чувствует Саша, запомни, пожалуйста, эту картинку Прям в памяти сфотографируй Запечатлись, что папа с мамой на своем месте Их история, их судьба на своем месте Ты со своим внутренним ребенком На своем месте Твой мужчина тоже на своем месте Тебе нужно обязательно покататься на велосипеде Мысленно, благодаря свою внутреннюю девочку За то, что так долго хранила Остерегала тебя от вот этой истории Чтоб ты ее не повторила Чтоб ты не пережила ту боль, которую Жила мама Обязательно попрыгать под дождем Омываясь небесной водой Загадывая желание И написать письмо папе В благодарность А может быть просто потоковое письмо Что тебе идет на душе И это будет твоим ресурсом Твоим благословением Девочка пишет Мне тоже хорошо Здорово, мурашки, браво Поле чудесное, благое Да Почаще меня обнимай и люби Хорошо Хорошо Можем ли мы на этом завершать? Да, все отлично Благодарю всех участников Благодарю вас Спасибо большое Отлично, отлично, отлично Поле очень хорошо развернулась Я довольна Мы молодцы Мы хорошо отработали Я прям очень рада Что такое внутренний ребенок? Внутренний ребенок Это наш творческий потенциал Это идеи, созидания, проекты Это радость Невероятная Огромная Огромного всем счастья Благодарю, спасибо Твоя заместительница пишет Я сейчас себя чувствую новой Готовой к новым крутым отношениям Мне не важно, какие они будут Просто знаю, что они будут совсем другими Да, пусть они будут радостными Счастливыми Ресурсными Наполняющими Не кармическими А наоборот для развития Спасибо всем Я не Александра Я Марина Да, заместители Отпустите, пожалуйста, себя из ролей Азалия, милая Напиши, пожалуйста Я больше не папа Сергей Я Азалия Жанет Напиши, пожалуйста Я больше не внутренний ребенок Я Жанет Мариночка уже написала Заместители Без вас бы мы не справились Огромнейшее спасибо Надеюсь, каждый проработал Какую-то свою историю И какой-то свой запрос Наиля Спасибо Я вас люблю Саша Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо Отлично Замечательно Я действительно Вот даже в том тренинге Мы вот эту плиту пытались достать Я чувствовала этот груз Мне прям в грудь давили кулаком Чтобы как-то снять это напряжение И мне казалось Я тогда это отработала Но на самом деле нет Это просто невероятный камень Груз Ну просто Огромнейший Спасибо Благодарю Я очень рада Что поучаствовала Спасибо вам большое Спасибо, что ты согласилась На прямой эфир Даже в таком формате Это на самом деле Намного продуктивнее Эффективнее Чем тет-а-тет Понимаешь, да? Да Ну конечно, да Так Благодарю Это было мощно Супер Молодцы Я вас благодарю Тебе спасибо за доверие, дорогая Спасибо, что ты Открыла мне свое сердце Волшебство Спасибо У моих родителей Был абортированный ребенок И эта история была Сопредельная с моей Благодарю за этот опыт Да Мы все попадаем Именно в те роли Истории которых Отзываются у нас в сердце Потому что Может быть мы не знаем Но сердце всегда знает Все будет хорошо Или еще лучше Аминь Сегодня Круксила Тебя тоже прям полюбил Я только потеряла папу Поэтому мне его роль Близка была Обалдеть Вот это да Хорошо Хорошо Сашенька, тебе спасибо огромное Спасибо вам Все Всего доброго Давай До свидания До свидания Пока-пока Пока Они нас любят Я верю Несмотря ни на что Конечно Они нас любят Они нас благословляют Они нас Отслеживают Они иногда становятся Нашими ангелами-хранителями Александра Желаю вам Всего самого доброго Все на благо Спасибо девочки Спасибо за эту Продуктивную работу Мы стали работать Быстрее Потому что Командная работа Навсегда мощнее Теперь Александра И все Остановка замуж Хорошо 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 Написала Остановка замуж Хорошо Ну я-то уже остановилась Мне не надо Мне нормально На этой остановочке Александра Пирс Наиля Огромная благодарность Тебе спасибо За доверие Солнце Тебе спасибо Я очень довольна Ура 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 И это круто Наиля Ой Девочки Если вы хотите На работу В прямом эфире Это на самом деле Сейчас стоит Очень недорого Это стоит Всего лишь 3000 рублей И В групповой динамике У нас лучше Получается Проработать Какие-то процессы Ну а кто в Москве Конечно Приходите в Москве Живьем Это тоже особенный Такой Интересный Формат Я сохраню Этот эфир Наиля Остановка Замуж Да 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 Сейчас я больше Наверное Заточена на тренинге На расстановке Чтобы побольше Пользы вам нести Чтобы больше людей Засветить Ну что ж Жду вас завтра В Москве Кто в Москве У нас завтра С 11 до 11 Будут живые Расстановки Я сама прям Трепещу Очень жду Потому что На самом деле Работая с вами Я же свои родовые Программы Тоже какие-то Отрабатываю Кстати моя расстановка Работает реально мощнее всех Потому что я до этого делала У очень многих мастеров Ну раз 6 наверное делала Оно не срабатывало так Мы проработали с девочками 13 июня И я буквально там В июле Я уже с ним встретилась И это было Ну вы видели Ну вы видели Кто видел Кто видел мои истории Сколько я реву В инстаграме От радости От счастья Благодарю Жду завтра И я жду Завтра обязательно приду Приходите Пока-пока Оттём мою щёчку Наили Супер Я хотела спросить Ты отвечаешь сама Ну мы же в едином поле У нас же одно информационное пространство Да И реально Это метод Я долго отнекивалась Я думаю Нет Я расстановки вести не буду Это очень тяжело Пропускать через себя Вот эти истории людей Кого-то там в 5 лет изнасиловали Кого-то абортировали Кого-то там избивал папа Кого-то репрессировали И это всё пропускать Это индивидуальная работа В тренинге проще В тренинге я прихожу Даю общие упражнения Направляю Где-то там исцеляю Подхожу Терапевтирую Это не личная терапия А расстановка Это личная терапия И мне это нелегко Потому что Ну понимаете Да Это индивидуальная работа С каждым Например на тренинге Я могу взять Одновременно 50-100 человек А на расстановке Я могу взять 9-10 То есть я не могу взять много Да Но И я как не отнекилась Думаю Нет Вот тренинги И всё Я туда не пойду А меня прям морда В эти расстановки Ты будешь это делать И всё И уже стало там По здоровью мне намекаться По деньгам мне намекаться Вначале бьют по рублю Потом по здоровью У меня не было вариантов Не делать этого То есть В расстановках я с 2009 года И практикую И сама балуюсь Но вот так Чтобы пойти прям в тренинги Индивидуальной терапии Всегда это использую Но так Чтобы прям пойти в группы Я что-то как-то не решалась Но Так хочет пространство Наверное предки моего рода Высшие силы И наверное для информационного поля Россиюшки А может и не только Россиюшки Это очень важно Ты отвечаешь Сама Я видела слёзы Да Да-да-да В сторис были слёзы Потому что я Вот 7 лет Прошло 7 лет В мае Было 7 лет Как мы расстались С моими сыновьями Желаю такой же встречи Со старшим сыночком На днях или раньше Аминь Пусть так и будет Надо расстановку сделать Надо сделать на него Я кстати ещё не делала Надо делать расстановку Что ж Что ж Значит завтра 8 августа Кстати очень мощный день Кто не сможет быть с нами в Москве Вы можете этот день Использовать на какие-то практики Можете включить мои эфиры Посмотреть Что-то проработать Прописать Можете писать потоковые письма Родителям Или себе Просто вибрационно Отпускать запросы Можете написать Список из 50 целей То есть сделайте Какие-то техники Которые для вас будут созидательны Можете зайти на мой канал в ютубе И прям в поисковой строчке Забить Допустим Работа Берарова Страхи Берарова Чувство вины Проработать Какие-то свои эмоциональные факторы То есть завтра Очень мощный день Энергия усиливается И удваивается Проработайте его Для своего внутреннего Психического блага Да 08-08 И на Валуне у нас сейчас Очень мощные потоковые энергии Используйте эти дни То есть не просиживайте И 12-13 августа У нас пройдет Обучение В Москве На расстановщика Если кто-то хочет Сам вести расстановки Я вам выдам сертификат Расскажу все свои фишечки Первый день будет теория Второй практика Работать будем Где-то по 7-8 часов И на второй день Каждый из вас Сделает свою Расстановочную работу Под моим руководством С моими комментариями Дам вам список книг Список фильмов Куда походить Где поучиться Дополнительно Где себя подкачать В общем Все, что я знаю Я с вами этим поделюсь Примерно так Потом у нас будет Тренинг Денежный поток 4-5 сентября У нас будут Еще расстановки В Москве А онлайн Расстановки Скорее всего Я проведу Следующую субботу Или через субботу Посмотрим Если на онлайн Расстановки У вас будут запросы Мы можем подстроиться Под ваше время Расстановка В прямом эфире В группе Стоит 3000 рублей Приходите Пока Стоимость такая Я вас обнимаю Солнцем Грею вас любовью Спасибо, что вы у меня есть Спасибо всем, кто сегодня Участвовал Наблюдал Ассистировал Был заместителем Для меня этот круг силы Очень наполняющий Он меня напитывает И завтра мы будем сжечь Ну что ж До встречи Люблю вас Спасибо